в чем роль регулятора в чем роль понимаешь производителя и как их между собой не то что подружить но во всяком случае в чем должна состоять вот это вот взаимодействие я наверное опять начну вот с дальней площадки дмитрий натальевич я наверное начну с положительной роли конечных пользователей и рынка того кто собственно потребляет это все или должен будет приобретать положительный пример какой соответственно под эгидой минпромторга создана создана такая группа из промышленных предприятий крупнейших в стране из электроэнергетики нефтегаза металлургии для чего для чего она создана эта группа хочет сформировать запрос от индустриальных заказчиков на принципиально новые технологии систем промышленной автоматизации ну или угодно индастриал айота о чем речь то есть они формируют требования и требования к технологиям и в том числе требования к обеспечению кибербезопасности как технология в том будущем продукте который они хотят и готовы будут на него уже сейчас готовы переходить но они формируют это перечень этих требований и видение новое видение для систем промышленной автоматизации для всего остального внешнего рынка они приходят и сами заказчики сами предприятия формируют запрос и даже его стандартизируют и очень много прикладывают усилий к тому чтобы российские производители средств промышленной автоматизации и умных устройств переходили на это потому что они планируют что ближайшие годы приобретение именно таких устройств на принципиально новых технологиях со встроенными функциями кибербезопасности станет безальтернативным то есть производители которые не будут предлагать такие решения не смогут их не будут просто покупать их изделия их софт их технологии понятно так да да я наверное просто продолжу эту мысль о том что да у нас там например хорошие были про алкоголь и про сейчас про дерево про деревья там тоже система учета и наверное вообще можно еще упростить там про дороги вспомнить что вот ты дома у себя там в деревне трактор собрал во дворе кататься удобно красиво интересно задорно но вот в центр москвы нам кат тебя могут не пустить почему ну наверное есть на то причины сейчас китайская ну мы говорим что много китайского оборудования приходит неизвестно какое но там и машины тоже разные приходят думаешь какие то можно было наверное сертифицировать какие то не сертифицировать для использования на дорогах общего пользования вот наверное вопрос немного так фантазии да какое-то создание сущности там отдельного чистого интернета или какой-то среды вот где можно пользоваться только правильными устройствами наверное это будет тоже одно из решений но вопрос то был про то что как взаимодействовать производителем да и регулятором естественно вот такие фантазии идеи то есть там где-то есть наверное здравое зерно коллеги из регуляторов должны вот организационно надо посидеть подумать ясными головами нарисовать этот документ а мы как производители с технической точки зрения можем проконсультировать по подправить подкорректировать и сказать где действительно правильным путем правильная вот эта архитектура эта концепция звучит а где она нереализуемо может то есть как традиционно прийти после этого и сказать вы так фигню написали в жизни все не вместе вместе нет это надо вместе не потом надо как-то вместе в диалоге желательно ну да тут так одно и получается там что-то в вакууме придумали тут вакууме сказали что свое что-то сделали и вот живут в параллельных мирах это у нас как всегда основная проблема отсутствие коммуникации вот так марин владимир виктором ну я бы сказала что если говорить про взаимодействие там регуляторов бизнеса разработчиков устройства и вендоров занимающих средств защиты информации то наверное надо как минимум взять в пример то что сейчас происходило действительно по интеллектуальной системе учета электроэнергии потому что если задуматься то за очень короткий период очень короткий ну то есть два с половиной года где-то вот все этой теме да удалось не просто ну как бы решить большое количество вопросов ну потому что да действительно регулятор не монстр просто есть некоторая стекущая нормативная база но к сожалению ну не очень соответствует тому что там делается в айоте да ну как наимные проработка вопросов да рассмотрение различных предложений позволило решить большое количество вопросов про изменение в 313 постановление правительством уже сегодня упоминали да мы пытаемся как-то решать вопросы с учетом там средств например криптографической защиты информации понятно что как бы когда это законодательство писалось у нас были единицы там у всех средств из козы вот а здесь мы говорим про чуть ли не там исказы в каждый счетчик да это уже миллионы непонятно как его учитывать вот и мы постоянно находимся в проработке этих вопросов многие вопросы сейчас решены и этот опыт не надо терять как бы его явно надо брать за основу и пытаться вкладывать те в документы которые будут рождаться ну по крайней мере по линии фсб россии вот безусловно что вопрос защиты индустриального интернет вещей это не только вопрос там средств картографической защиты информации да это вопросы в целом применение механизмов информационной безопасности в таких устройствах и здесь конечно ну видится да роль в том числе регуляторов по созданию ну некоторых документов я уже упоминала про требования именно к строенным средствам защиты информации вот и сейчас как бы встроенные механизмы можно применять например если мы говорим про объекты кита в 239 приказе прямо написано встраиваемые механизмы приоритет не наложенных но сразу возникает вопрос а как бы встроенные механизмы они же другие они не те которые перечислены от компенсирующие меры а где вот это соответствие что то те механизмы которые мы здесь реализовали в устройстве компенсирует то что написано значит 239 приказе вот этого в принципе нет поэтому да надо вырабатывать отдельный документ компонентом нужно готовить документы как раз по каким-то методологиям потому как это вообще в принципе должно выглядеть вот и уже под эти методологии да будут появляться конкретные технические решения ну то есть я не считаю что например и даже считаю что зачастую это не очень хорошая идея когда заказчик формирует требования я хочу такую систему заказчик как правило не погружается в технические особенности а здесь мы говорим с вами про устройство ну и про технологии которые они используют да то есть здесь скорее ну должна быть совместная работа там и заказчиков и тех кто эти устройства проектируют и регулятора вот и на основе вот этого именно опыта надо создавать соответственно уже правовую базу ну потому что если мы создадим правовую базу на основе требования заказчиков вещь есть большая вероятность что принципе нельзя будет реализовать аудей как интересно вы говорите да это очень хорошо сочетается с позиции например там финансового регулятора который говорит что давайте мы стать дадим рынку сначала сложиться а потом начнем регулировать риски которые точно там будут возникать но это точно противоречит позиции традиционно складывающиеся в информационной безопасности замечу тут не упрек в адрес кого-то из регуляторов да это то как привыкла жить информационная безопасность ну я в том числе да что давайте мы сначала все закрутим а потом посмотрим что там такое отпускать вот и получается что эта концепция традиционной безопасности в айот мире жить не должна ну я вот кстати возражу как раз то что мы видим в исуе то есть там выглядело так ну сначала я не не нравится слова закрутить регулятор закрутил гайки да как бы еще раз я не про регулятор регулятор он в этом смысле проводник общей идеи которая либо есть либо нет да вот мы как безопасники обычно так все так безопасники да то есть были сразу появились достаточно серьезные требования ну к системе так по крайней мере к внедрению средств криптографической защиты информации в эти устройства а дальше начался диалог потому что стали приходить разработчики устройства извините мы так не можем извините если мы сейчас это вот из кзы строим наше устройство то получается что все кто участвует в цепочке установки этого из кзы должны иметь лицензию на распространение или все наши монтажники которые это устанавливают будут администраторами безопасности начали задаваться конкретные вопросы относительно самой системы регулятор в этом диалоге ну он как бы понятно что мы что он осознает проблематику начались искаться решения те или иные можно я добавлю нельзя говорить что регулятор сначала закрутил гайки а потом думал как отпускать то есть гайки были закручены тогда когда этой проблемы не было и тогда степень закрученности гаек она соответствовала той жизни а тут появилась новая таскать отрасль которая не в эти вот рамки не вылезала никак и тогда регулятору до пришлось перестраивать здесь как-то мне кажется принципиальные отличие битва то ждать да я вот сейчас там про алкогольный рынок и прочее я бы в пример привел регулирование рынка лекарств то есть в принципе если любой лекарственный препарат не прошел требуемую ура там проверки не имеет сертификата его просто не допустят к рынку то есть и оборот таких не сертифицированных лекарств он преследуется по закону вот поэтому один из вариантов которые можно рассмотреть это на использование там айот устройств там для объектов ки которые должны защищаться по законодательству или там для каких-то критичных опасных не знатам применение областей применения то есть пока продукт изначально не будет соответствовать определенному набору требований по безопасности применения его просто не допускать на рынок и делать его продажу и оборот таких средств и устройств ну фактически в незаконно ну сами подумайте то есть любой айот устройство тот же промышленный контроллер и не знаю там управляет чем-то это устройство которое влияет на взаимодействие с физическим миром она взаимодействует и влияет на здоровье человека может повлиять на жизнь если мы говорим про управление движением в железнодорожном транспорте в автотранспорте почему сейчас мы должны допускать устройство к управлению такими вещами в которых мы вообще не уверены нет никакого уровня доверия к таким устройством возможно здесь больше подходит регулирование не техническое котором мы говорим требования к наличию криптографии или каких-то стройных механизмов защиты технических а рыночное регулирование экономическое регулирование возможно с этой стороны посмотреть можно да я вот в целом согласен с утверждением но здесь есть одно но перенос на российскую действительность да вот есть рынок лекарств как вы говорите куда никого не допускают но в этом рынке есть исключение да есть лекарства которые не прошли сертификацию но прошли ее где-то там на западе но и в силу ее исключительности эти лекарства допускаются так вот я вам почти стопроцентную гарантию даю что вы регулирование не ввели всегда найдется но который позволит это регулирование обходить к сожалению это плохо но с лекарствами ладно там особая статья сейчас мы не про лекарства говорим да а вот про эти исключения которые появляются да про нечеткость формулировок который позволяет эти исключения вводить я для разрядки можно небольшой пример получаю письменное уведомление от мособлгаза что мособлгаз в соответствии с законом принял решение переходе об импортозамещении и переходе на отечественное оборудование связи с этим предлагается вам газовый счетчик учета газа да у вас или там у меня электронный был поменять на либо отечественной стоимостью 30 тысяч либо китайский стоимостью 14 варианты я думаю я думаю намерение импортозамещение но выше как патриоты поставили же наверняка же наш отечественный платил за год вперед и доставил старый тоже тоже решение дмитрий а вот корректируя все таки вопрос исходя из того что мы сейчас обсудили да вот такой подход как вы кажется как вам кажется прокатит не прокатит он прокатит в части активной роли отраслевого я замечу регулятора в создании типовых технических решений потому что вот мы сейчас упоминали ису и начиналось все точно так же там начиналось того что минэнерго говорила да как же мы выполнивы будем выполнять закон оборудования нет кто ответственный за оборудование минпромторг василий викторович там собираешь пак собирал совещание на которых спрашивал производителей а почему нет оборудования вот ну вначале выступали фсб которые говорили так ну к нам никто не приходит мы готовы сертифицировать так придите к нам а производители говорили а с чем мы придем правил нет вы говорите что мы должны прийти с оборудованием а еще и с моделью угроз какого-то уже там сетевой компании либо гпшников которые будут прописаны еще компенсирующие меры то есть это не совсем эта модель угроз модель нарушителя плюс еще там определенные технические решения такой смесь и вот с этим вы должны прийти а как мы придем мы вообще продаем свое оборудование по 223 по 44 с кем мы пойдем к вам как бы и что пока где гарантия то что вы это потом купить абсолютно абсолютно верно и в итоге закончилось же это чем что минэнерго взял на себя процессами на создание технического технического решения это не означает что нужно там расширять штат регулятора и делать эти технические решения то есть данном случае минэнерго мотивировал так сказать основных игроков там россети интерао чтобы они активно занялись и вместе с производителями пошли уже там фсб сертифицировали решения вместе со своими моделями угроз вот предварительно была создана базовая модель угроз которая опубликована на сайте регулятора на сайте минэнерго соответственно были сделаны уже сертифицированы технические решения а сейчас уже с регулятором в части фсб уже предварительно согласовали что вот эта базовая модель угроз будет дополнена несколькими типовыми частными моделями угроз и более того будет на причем это будет дополнено именно на сайте регулятора минэнерго и плюс будет вестись реестр того самого доверенного сертифицированного оборудования потому что это же другая проблема там фсб что-то сертифицировал знает фсб и производитель этого оборудования чаще всего там конечный потребитель он не знает вообще из чего ему выбирать если к нему кто-то не придет вот то соответственно вести этот реестр и следующая проблема которая возникла что вот взять там электроэнергетику есть там 87 допустим миллионов приборов учета которые подпадают под закон там под коммерческий учет там плюс 40 там миллионов по стране технический учет до половина допустим всех этих приборов учета это руссети интерау еще как бы одна треть это там аля атом энергосбыт русгидро там тнс вот такие крупные а дальше получается куча мелочи 1200 мелких компаний тсо сетевых 300 гарантирующих поставщиков по стране которые на самом деле который в настоящий момент до сих пор 70 процентов компании даже не знаю что у них проблема есть как бы многие считают а у нас там vpn есть все как бы это и есть сказали все хорошо как бы они в принципе не понимают что такое с кз и что такое модель угроз там технические решения даже штата нет если они даже это поймут они следующий вопрос будет а кем мы это все будем делать как бы и разрабатывать а вот как раз наличие технических решений которые на сайте регулятора будут доведены до сведений остальных участников рынка и соответственно там даст им типовую модель или там другая инициатива которая сейчас минэнерго совместно с минстроем там это шеремецов михалик это допустим о создании оператора связи там на базе 450 там чистоты защищенной так далее для того чтобы можно было его использовать как в индустрии интернете так и там в определенных системах для построения тспд ну вот нормальная инициатива которые двумя отраслевыми регуляторами там ведется для решения вот этой проблемы понятно спасибо большое но я и вообще сказать правды ради хотел бы обратить внимание что проблемы с его там решаются далеко не только криптографии и важно помнить что сами по себе и счетчики это только часть системы до которые дальше вообще-то потребляя эту информацию ее обраб передают обрабатывает и там есть свои механизмы защиты про которые тоже как надо надо безусловно поле помнить абсолютно верно и здесь я даже дополню потому что есть надежда что может быть счетчиках и не потребуется криптография но тот марина извините но с точки зрения отрасли возникает большой вопрос потому что система допустим разделена на три уровня уровень промежуточный специально там с фстк обсуждался вопрос чтобы не попасть на категорию по социальной значимости на 2000 человек одновременно там влияние какого-то инцидента были введены такие ограничения и собственно для трехуровневой системы в случае вот имплементации такого подхода и в настоящий момент именно такой подход реализуем потому что на уровне счетчиков еще решение не принято нужна ли криптография и тоже на промежуточном уровне защита на счетчике вот так построена система плюс дополнительно компенсирующие меры что на устройство внизу вроде не нужно честно говоря конечно зная в менталитет нашей страны я бы криптографию там оставил просто ну вы знаете все же могут еще и счетчик в другую сторону закрутить а тут все таки есть некоторая как такая гарантия там падение образования в стране меньше и меньше хорошо но мы мы с вами понимаешь развиваем инженерное образование поэтому умельцев у нас я думаю хватать и хватать будет вы живете как бы сейчас у вас есть договор подписанный с гарантирующим поставщиком в этом договоре если вы прочитаете правила соответственно обязанность гарантирующего поставщика он обязан вам восстановить электроэнергию в течение 48 часов после ее отключения вот вы на это согласны вы с этим там готовы жить да нормально вам придет монтер как бы включить эту электроэнергию в течение 48 часов если произойдет какой-то инцидент с другой стороны можно включить криптографию и уменьшить вероятность того что вот это вот случится но платить за это будете вы из своего тарифа все все понятно что здесь есть определенная экономика она безусловно всегда играет в пользу поставщика услуг потому что конечно ни один из поставщиков не будет играть там в отрицание и все затраты на информационную безопасность там и криптографии не криптографии и там все суты по непонятное дело лежат ложатся в расходы нас с вами там неважно сейчас о чем речь идет электроэнергии или даже там когда мы говорим про промышленные вот стоимость листа стали который выезжает из футпроката